Здравствуйте, Игнат Ихович. Мир вашему дому. Добрый вечер. Добрый день. Ролик тут в Ютьюбе сейчас популярный, и на него пародий много. Дядя Вова, мы с тобой. Почему политически острый текст поют именно дети с участием депутатов Государственной Думы? И вот много разных, так сказать, кто-то его ругает, кто-то хвалит. Миллионы просмотров буквально у него. И вообще, если честно, по мне, я посмотрел пару раз, мне он крайне не понравился. Дух прямо вот этого ролика. Меня аж прям передернул, Игнат Ихович. Вот во свете Библии, что бы вы сказали обо всем этом? Ну, я несколько раз смотрел, и при том все эти пародии, какие есть, каждый туда попытался вставить. Это как вот фильм поставили про Гитлера, и как он там разносит свое начальство отдельно. И каждый там и про Украину, будто бы он подставляет, и ругается. Гитлер по-русски матерится. Опять мне Путин рога наставил там. Вот это что-то такое. С того времени такого ролика не было. Ну, профессионально сделанный. И что участвует, подобрали такую женщину молодую. У ней хоть и трое ребятишек, кавычка там, но видно, что она привлекает с собой. Такая у нее улыбка скромная. Никак это не могло быть, чтобы ребятишки придумали. Это нет. И без совета с вышестоящими тоже это не сделали. Я в первую очередь об этом подумал. Ну, а кто там это сделал? Вот я теперь начинаю рассматривать. Ясное дело, что неверующие в Бога. А Боге там ни одного слова нету. Даже нет. Ребятишки, как девчонки одеты. Я все рассмотрел на несколько раз. Я второй день его смотрю. Нет, нет. Опять по частям посмотрю. Какой припев. Три раза они его делают. Слова какие. Песни нашел этой. О чем они говорят. Ага, вон оно что. Ну, не судить, а просто понять. Понять и другим дать понять, что во все мы должны видеть замысел Божий. Бог допустил. Это произошло несколько четырех месяцев назад, еще до избранного президента. То есть, утверждение того же самого. И что имеет в виду дядя Вова, тут ясное дело, что не другого дяди Вову. Там их много, дяди Вову. Но судя по состоянию на сегодняшний день, вот более так воинственно или агрессивно выступает Владимир Вольфович. Что же Володя? Да это Украина, да мы бы до Парижа через три дня танки наши дошли. Но это не шут придворный должен говорить. А говорит тот, у кого... У него ничего нет в руках-то. Отсюда ясно, что речь идет о новом избранном президенте. Ну, старый, утвержденный, так скажем, Владимир Владимирович Путине. А знает ли он? Я немало не сомневаюсь. Обязательно знает. Понравился ли он ему? Думаю, понравился. Вот я все это раскидывал дальше. А теперь хочу посмотреть. Волгоград. Посмотрел все о памятнике. Защитница Родины стоит там с мечом. Какой длинный меч, сколько в него помещается. Я очень внимательно смотрю. У меня время позволяет это сделать. Ну и пришел к выводу, что не знают они Бога. Защищать, если на будущее думают, но не этим маленьким ребятишкам. Ну, правда, они учатся там, кадетские у них школы, корпус или как назвать. И вот они теперь из них сделают милиционеров, полицейских. Это их затея какая. У меня такие ребятишки были в лагере. Сто процентов хулиганье. Это первое. Хулиганье. И девчонки, это будущее, говорит, на второй букве алфавита застрянут. Одна пишет, я там у воинских была. Только пришла, говорит. Он приходит, начальник проверять. Проверять меня повалил. Я сколько ни билась, изнасиловал. Ищет уходить мне с работы или нет. Это прямо официально. Пришел, она понравилась. У нее муж тут же работает. Несмотря ни на что. Это жеребцы. Каждый ржет на жену ближнего. То есть мы с тобой, дядя Бог, куда? Последний бой. То есть, ясно дело, не игровая площадка. И не сегодня. Но они в виду имеют, мы подрастем. Мы же воины будем. И мы защитим то, что ты сейчас хочешь сделать полезное для России. Ну, когда они придут, а у него 8-то лет уже кончится. Его там уже и не будет. То есть, маленько, побольше взять, ответственность больше. Я гляжу, почему таких маленьких-то взяли. Ну, скажет, никто эту щель эту в года-два пропустит. Если бы взяли 10 или 11 лет, тогда бы, видно, еще 8 лет. Последний год, тогда бы он где-то что-то еще сделал. А что он сделает-то? Это не надо знать обстановку. Вот здесь есть у нас газета «Голос труда», КПРФ. Официально все. Выступает Родионов, генерал армии. Это большие чины. Полковник, генерал-полковник Ивашов, там другие, там перечисляют где-то. И они говорят о раскладе на сегодняшний день. Просто не об Америке, а о том, как это гегемон, то есть царствующий над всеми. А просто рассмотрение обстановки с юга, с Китаем. 100 дивизий. 100. Китай. Держит открытыми. У нас, говорит, одна разбросанная, одна до Дальнего Востока. Все. Теперь, начинает говорить о ракетах. У нас, ракеты, мы такое сделаем. На каждую ракету, которая в Советском Союзе, в России взлетит, тройная защита. Ей не дадут взлететь. Из тысячи пущенных ракет едва ли две долетят до Америки. Вот это ПРО, там что-то у них есть. Это все, это большая статья. Это официальный политолог, там, Жуков, там, Юрий и другие. Так, конкретно говорят, что надо успевать. Успевать. Это уже не сегодняшний день-то прошло. Ну, что-то маленько сделали. Они подтянули базу вплотную. Там и Грузия, рядом тут Украина. Понятно, что до Москвы долететь, ну, не 20 уже минут надо. Сверхскоростные ракеты. Сколько они желают обручить? Примерно, примерно, 7 тысяч ракет. Речь идет не о том, чтобы защититься. Об этом никто не идет. Это бесполезно. Будет пылать пламень. Плавится железо. Минимум 3700 градусов. То есть Хиросима сплошная. Речь идет только о Москве пока. Почему? Ну, понятно. Командный пункт и все туда. Ящик этот, чемодан черный. Я внимательно за этим смотрю. Материал эти поместил у меня в книгах. Повторяю, все это официально. Это не закордонная какая-то пресса нам подкинула данные. Речь идет о том, сумеем ли, то есть речь идет о русских. Сумеет ли в отместку ударить. Якобы там есть ядерный заряд окол Америки. Ну, сколько там бомб. Если взорвут, поднимется волна высотой 130 метров, и пол Америки водой сдует. Но это все сказки. Это ничего не сделать. А у нас такие есть, показывают, которые авто, огромные авто, и они определенного места нету, где есть. Их сразу не найдут. Огромная-огромная там земля-земля на 12 тысяч километров. И они все время передвигаются. Даже их где-то в тайге кто-то увидит, сообщит, а их уже там нету. Ну, сколько их? А во-вторых, эти-то, которые летают с зарядами, это и лазерные, и прочее-то. Они любой, вспышка только, со всех сторон они поворачивают на нее и все взрывают. Это ребятишки играют. Вот старик со старухой. У самого синего моря. А вот что сделал бы старик? Да он распустил старуху. Ну, хорошо ставят. И находят виновну. Старик, что он ей позволил. Вот так здесь. Виноват этому гегемону. Рога бы давно сломили. А что у нас тогда было бы? Что? Вот я хочу немножко просто показать. Вот, допустим, Есть такой священник. Отец Дмитрий Смирнов. Он подробно об этом говорит. Вот стоит специально ролик. И он показывает. Будущее России, как оно просматривается. И просматривается очень печально. Даже трех ребятишек не приходится на семью. Трех. То есть вымирающая страна. Самая быстро исчезающая. Чтобы нам закрепиться на этом месте, нам нужно по крайней мере 20 лет. И что с сегодняшнего дня каждая женщина, что брожала не меньше 8 детей. Да это невозможно. У мусульман рождают в среднем 8,1. У русских в Европе меньше, чем 1,8. Речь идет о людях. Страна-то пустая. Сколько в Красноярском крае приходится на квадратный километр? 1,4 человека. Рядом Китай сколько? 47. Ну, примерно данные все время меняются. Ну, ясное дело. Они начинают в международных консилиумах, коллоквиумах, что там с собой, конгрессы. И говорят, ну, вы верите, что земли-то эти все-таки для людей, а не для пустыни? Ну, да. Но у вас никого нету. Почему вы должны распоряжаться этой землей? Это все страны говорят. Об этом говорит Япония на островах. Об этом говорит Китай. 2 миллиарда шевелятся под боком. 2 миллиарда мусульман. Это все против нас. И у нас все повторяют слова Александра Третьего. У России нет друзей. Только флот и армия. Вот это они в песне включили. Флот и армия. Прекрасно. Флот и армия царя расстреляли со всем семейством. Им были приготовлены эти пушки, снаряды, патроны, штыки. И кололи девушек этими штыками. Царь Николай, он в этом деле ничего не понимал. Ничего ему говорили, такие как там Милюков, что... Да не один только он говорил. Что если, не дай бог, начнется революция, вот это оседлый образ жизни, где можно, евреям нельзя... Все евреи потянутся в революции. Вот и еврейская революция была-то. Сегодня же говорят, из 138, допустим, с Лениным, 135 были евреи. Это журнал Алтай, писательский в Алтае, в Алтайском крае, печатает официально, повторяю, официально. Тут ничего нету. Вот тут раскаяние один арабий приносит. Это мы сделали, мы убили, все это наше. Нам нужно покаяние перенести перед русскими людьми. Что они, сколько нас спасали, и мы такое сделали. Сделали им. И делают, и грабят. Это все за кадром. Здесь они ничего не говорят. Только о том, что надо захватить. Надо прибрать к рукам, и не где-то, а речь идет о самураях. Самураи – это Япония. Ну, если Япония, ну, значит, Япония враг. И в Японии есть чем обороняться. А что острову гряда-то мы не отдадим, мы не такие, чтобы отдавать. Это нам принадлежит. У меня стихотворение «Отдайте Шикотан и Кёнигсберг отдайте». Это Калининград. Я этот вопрос не со стороны гляжу. Один-то он пишет его, приближенный Борису Николаевичу Ильцину, когда он был в Америке. Он говорит, ну, отдайте в этот Шикотан-то. Ну, им жить негде в Японии. Тринадцать этажей только под землю строят. Искусственные острова насыпают. Нам-то века-то не нужно. Ну, какая-то рыбешка там. Я просто говорю, что если это Божья, земля вся, то все люди по Божьему рассуждают. Нам негде жить. Ну, почему у вас пустует-то все? Ну, Жириновский правильно говорил. Ну, давайте Японию отведем ее в пространство, какое есть. Ну, сколько там квадратных километров? Точно такое. А там просто как музейное оставить и все. И пусть они под автономией будут. Ну, у нас же есть автономные республики. Вот. Пусть они на этом изучают русский язык. Закон Российской Федерации будет. Включить ее как один из регионов. То есть, реально показано, что это можно. Ну, вот-то можно-то можно. А вот сегодня как это делать? Вот сегодня конкретно как это сделать? Ну, как сделать? Я хотел бы даже прочитать, чтобы знали, что там за этим есть. Я немножко тут... Надо мне открыть. Вот. Вот тут у меня есть такой материал. И вот теперь отдельно слова. Песня дядя Вова «Мы с тобой». Это припев. Про... О Путине прозвучали на Маевом кургане. 21 век настал. Шар земной от войн устал. Понятно. Население шара гегемон достал. Слово «достал» — это жаргон. Это не литературно, не политическое. Ну, писал-то человек, видно, тоже неверующий. В Евросоюзе мнения нет. Там очень хорошее мнение. Отнять землю русским, каждому дать по 150 тысяч долларов, чтобы они сдохли или ушли с этой территории. Отдать другим народам. Ближний Восток стонет от бед. А каких бед? Войны идут. Так и добавить еще одну-две войны. За океаном лишен власти президент. За океаном. Чей президент? Не говорится. За океаном русский президент не может там делать. Или американский лишен. Русский там ему делать нечего. Это, ну, имеется в виду Российская Федерация. А за океаном, который у него власть, он везде и Либию разгромили, там, и Сирию, и... Ну, всех которых только можно было прибрать. Как Сербию полностью пух и прах разнесли. Ну, и отдали, кому они хотели. Сдумали Ирак. По Ирану полосанули, тогда было более ранний период. Тоже не соответствует действительности. А нам, теперь у него нет власти. У того президента, вроде, рукава у него длинная, руки несвободные, как бояре русские. А нам от северных морей вдаль до южных рубежей. А сколько? В одном месте Путин задает мальчику вопрос. А где границы наши? Ну, а тот мальчик-то растерялся. Где границы? По карте смотреть. Нет, юноша. А он там, ребенок лет 10-то. Наши везде границы, где вроде пальцем проведем. То есть уже семя было брошено. Я стихотворение на эту тему писал давно уже. Я их прочитаю. От северных морей вдаль до южных рубежей. Ага, с севера до юга. От Курильских островов до Балтийских берегов. И на земле сей был бы мир. Можно достичь мира-то, но, если главный командир позовет в последний бой. Дядя Вова, мы с тобой. Понятно? Ну, так простенько это все написано. Вдаль на полсантиметра не смотрит автор этих. А ребятишкам они кулаками показали, как надо. Ну, составлено-то. Видно, что умеют ролики составлять. А что достанется тому поколению моему? Дать слабинку? Потеряем всю страну. То есть слабинку не надо. Жестко разговаривать с ними, как, ну, когда строжится, там, кулаками перед женой дома машет Жириновский. Вот примерно так. Не давать слабинку-то. А наши верные друзья, это флот и армия. Память дружбы. Деда Красная Звезда. А деда-то больше ничего не осталось. Красная Звезда сделала противным всему миру русских. Они не понимают, что они делали. Солдаты насиловали женщин. В одном Берлине, кажется, 110 тысяч только или 150 женщин изнасиловали. Иногда насиловали эти южные шли какие-то там специальные. Батальоны шли. Недавно смотрел. 100, 200, иногда 300 мужчин одну зерню всю насиловали. Это все сохранилось в памяти народов. Что русские шли? От них бежали в плен, сдавались, лишь бы только не попасться этим зверям. По-другому нас не называли. А нам от северных морей, вдаль до южных припеп опять. Не достанется гряда самураям никогда. Ну, это надо знать. Достанется, не достанется. Ребенок, он пропел то, что сказали ему. Грудью встанем за столицу Янтаря. Столица Янтаря. До столицы Янтаря всегда была Юрмала в Латвии. Балтийское море. Чего-то там, где столица Янтаря. Или по дрифму подобрал. Севастополь наш и Крым для потомков сохраним. В гавань родины Аляску возвратим. Как возвратите? Она была продана. За нее деньги взяли. Заряди Аляска. Посмотри. Но это уже он хватил, ничего не понимают. Как это так? Да и как ты туда полезешь-то? Это же континент северный. Теперь она один из штатов Америки. Значит, возвратим. А там только прошли пути. Кто первые приехали? Это она наша уже. Русский плак, где висит, это наша. Да его везде можно повесить, русский-то плак-то. А нам от северных морей. Премьера эта песня состоялась 15 ноября 2017 года. С прицелом. Премьера там, но нигде не было, как будто. И сразу раз и выплыло. Вот я посмотрел. Немножко хочу даже показать, как это будет выглядеть. Чтобы они посмотрели на эту песню. Кто ни разу не видел. Ну, несколько примеров таких. Вот так. Дальше. Это ребёнок поёт. Ребёнок. Куда с тобой? Он не понимает, что это смерть. Смерть. Вот как Сталинград был. Продолжительность прибывших на смерть. Теперь посидение. Это Сталинград год был. Какая продолжительная жизнь для солдата была? Один день. Один день. Говорили, 480 тысяч пришло. А теперь уже такую сумму заворачивает в ум, не вкладывается. Приехали, когда тут из-за границы, стали спрашивать у гида. Она показала 6 миллионов. Ну, не 6, не 6, но 3-то определённо погибло. Так это одно место. И поэтому сегодня кое-что растекрещивает. Я хотел сказать, вот слово смерть. Ребёнку надо пояснить, что такое смерть. Показать, как Иоанн Златоуст говорит. Ребёнок должен это видеть. Это очень сильно. Протопоп Авак, он мальчишкой был. 6 лет ему было, кажется. И он первый раз увидел, у соседа сдохла корова. Это было таким для него потрясением. И какой стал герой веры. Вот на этом примере надо учить. Это ты будешь. Кто-то близкий, друг там, кто-то погиб. Не надо прятать от ребёнка. Он должен видеть. Мы все смертные. Вот это все шапочки с нас, всё это слетит. Надо видеть. Вот я даю некоторые данные. Сейчас посмотрю. Слово смерть в Библии встречается 640 раз. 640. Ну, один-то раз. Можно показать, что такое смерть? А не так, дедушка умер, его ребёнка не пустили. До этого психику не надо травмировать. А куда пойдём с тобой, когда последний бой? Последний. Почему? Никого живых не останется. А то думает, что последний бой, значит, мы их убьём, а дальше пойдём гулять. Дальше будем жить, как живут наши отцы и деды. Как блудно, не зная Бога. Так вот, у меня стихотворение написано в стихах только, 3467. Слово смерть встречается 1464 раза. То есть, я даю представление о смерти. А здесь пойдём с тобой, последний бой. Вот у меня вышло открытым оком 30 томов, 33 даже. 9626 раз слово смерть встречается. То есть, я даю понятие. В разных вариациях какая скорбь, печаль, отдали суд Божий. С чем предстанем на суд? Что будет? А теперь, ну а надо вернуть? А как вернуть? А почему именно Аляску? Почему не Финляндию? А Финляндия была одна из губерний у русского царя. Польша была тоже под Россией замята. И так далее. Правда, царь нигде в Афганистан не заходил, это перещедрили его. А где Порт Артур находится? Ну, по картам гляньте. Много? Да, много нахватали. На эту тему у меня есть даже стихотворение. Я его прочитаю сейчас. Вот так. Вот политика души написана. Слова. Отдайте шикотан и Кёнигсберт отдайте. Пока еще не поздно, поспешим. Не удержать богатств. Хрипят и лезут тати. Излишки все крестясь отдать самим. Нас не осудят дети и проправнук, что мы во время бури и штормов Забор трубили мачты. Не тараном спасли Россию ясностью умов. Нельзя несправедливо, не по-богу, раскинув руки, пьяным бороздить. Когда соседи жмутся по отрогам, нам негде жить, нам негде жить. По совести ли вымирают люди, пустеют города и заросли поля. Мы захлебнулись, то ли еще будет, когда извергнет мертвецов земля. Готовы чаши гнева, вихрь зловредный, от гнойных ран, зловонья и смрад. Последний конь. И конь, как знаем, бледный. И смерть на нем, а сзади виден ад. Что? Непонятен призыв благодати? С премудростью и со Христом бы жить. Да, мы окружены и спереди, и сзади. И всем руководит Христопродавец жид. Лишь Дух Святой умам отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность. Какой грозит трясущий шикотан? 25 апреля 2001 года. То есть, я просто посмотрел, к этому он подходит. Это не сегодня сказано. И у меня-то записано есть. Витя поет. Как это выглядит попутно. Политика души. Политика души называется. Отдайте шикотан и Кёнигсберг, отдайте, пока еще не поздно поспешим. Не удержать богатств, хребят и лезут тати, излишки все крестясь отдать самим. Нас не осудят дети и праправнук, что мы во время бури и штормов. Забор трубили мачты, не тараном. Спасли Россию ясностью умов. Лишь дух святой умам отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность. Какой грозит трясущий шикотан? Какой грозит трясущий шикотан? Нельзя, несправедливо, не по богу. Раскинув руки, пьяным бороздить. Когда соседи жгутся под рогом, нам негде жить, нам негде жить. По совести ли вымирают люди, пустеют города и заросли поля. Мы закрепнулись, то ли еще будет, когда извернет мертвецов земля. Лишь дух святой умам отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность. Какой грозит трясущий шикотан? Какой грозит трясущий шикотан? Готовы чаши гнева, вихрь зловредный. От гнойных ром, ром, зловония и смрад. Последний конь, и конь, как знаем, бледный. И смерть на нем, а сзади виден ак. Что непонятен, призыв благодати, с привудростью и со Христом выжить. Да мы окружены, и спереди, и сзади, и всем руководит Христа, продавит жизнь. Лишь дух святой умам отверзит ясность и оглашенных выведет за стан. Святая Библия нам высветит опасность. Какой грозит трясущий шикотан? Какой грозит трясущий шикотан? Отдайте шикотан и Калихсберг отдайте. Вот это стихотворение, которое я написал с учетом всей обстановки, какая тогда была. Но суть-то в чем. Так и так это потеряно будет. И вовремя избавиться. Поэтому, ну хорошо, Даманский полуостров, за него бились, погибли люди, а потом раз, и все отдали китайцам. А те отбирают, отбирают, там под водой строят такие плотины, чтобы вода отбивалась, подмывала русские берега. И река меняет направление, не направление, а русло свое. Это сегодня уже все в интернете выставлено. Выставлено. И специалисты в этом проигрывают. Вот сейчас, допустим, столько-то парашютистов, захватывают то-то, то-то, и почти без выстрела весь Восток отдадут. Вот, я там проезжал, когда были в Благовестническое, у нас поездка была, мы это все видели. И мы спокойно на это смотрим, как на то, что все мы смертные. Нам не надо трястись раньше времени, а разумно надо поступить. Так а вы что советовали? Да это не я, его советники советовали, Ельцина еще. Отдайте им эти острова, отдайте. Дайте им мирного соседа под боком у нас. Ворочается 2 миллиарда. Китай дает ложные сведения, полтора миллиарда. Сегодня, говорит, 2, определенно уже. Мы берем так. Я говорю о том, что последний бой, это речь идет о Москве. О Москве. А вот теперь давайте посмотрим. У нас есть Святая Библия. Не Настрадамус это будут смотреть. Нет. Что написано в Библии? Библию признают ни два, ни три человека. Два с лишним миллиарда христиан. Определенно. Про Библию очень хорошо знают евреи. Про Библию много слышали. И верующие христиан называют людьми Писания мусульмане. И вот есть одна, две главы. Апокалипсис. Непонятно, почему говорит апокалиптически. Апокалипсически. С должна стоять буква. 17-18 глава. Я немножко открою сейчас. Чуть-чуть. Открой сам. Дай-ка прочитаем. 17-18 главу. Потратим немного времени. Сейчас, Светландович. Апокалипсис. Откровение. 17-я глава? Да. Прочитай. Откровение Яна Богослова. С самого начала? Да. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш. И говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих. Вот, значит, мы что о ней начинаем узнавать? Что она блудница, развратница. И сидит она на многих водах. Сейчас я покажу признаки, как узнать. А что это за блудница? И мы увидим, притом безошибочно, на 100% точно. О ком речь говорится? Притом не призывается выполнять ничего. Просто факт. Это идет проекция с неба, и она в воплощение идет. Бог назначил, как быть, первому человеку, потом дальше придет Антихрист, 3,5 года, а потом суд Божий. Нам ничего нельзя изменить. И суд будет один, называется, страшный, неподкупный. И Антихрист будет какой национальности? Это будет не русский, не татарин, а еврей из колена данного. И будет царствовать, как Бог, выдавая себя за Бога, огонь будет не изводить с неба. Это данное, уже все заложено. Как 666, ничего нельзя изменить. Это уже полностью запрограммировано Богом. И дальше? Дальше. С ней блудодействовали цари земные. То есть многих она к себе приезжала, им нравилось, они блудились с ней, блудодействовали. И вином ее блудодеяния упивались живучие на земле. То есть какое-то вино, блудодеяние, это не магазинное вино. Я потом дальше разъясню. И повел меня в духе, в пустыню. И увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Мальчики, девочки, которые поют, они этого ничего не знают. Не знают. Но это будет. Никакой президент, это ровным счетом ничего не знает. Пушинка. Как у нас Пушинка, говорит, а на Украине Порошинка. И жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Ну что там от блуда бывает, от мужчин, от женщин, вот это самое мерзкое, а чаша прекрасная, под такой идеей дадут гей-парады тут, а то садомиты проклятые. Вот это ужас какой. И это у нее чаша, которой теперь пьют все народы. И далее. И на челе ее написано имя, тайна. Больше нету. Тайна это секрет. И везде секретарь, секретарь, генеральный секретарь. Все везде на секрет. Секрет это тайна. Тут расшифровано. Дальше. Вавилон великий. Мать блудницам и мерзостям земным. А вот теперь Вавилоном она называется. Вавилон-то во время уже был разбит, и его уже давным-давно не было. О чем он говорит? Под именем Вавилон, все святые отцы прямо говорят, Вавилон это Рим. Рим, который является столицей Италии сегодня. Рим. Никто не говорил, что это будет какой-то город. Рим. Но никто и не знал, что их будет не один Рим, а несколько. И далее. И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. То есть ее отличает от других, что там много крови в этом городе будет. Много. Когда Путину показали, там, в Бутово повели, там, список священников подряд брали, ночью всех как класс вырезали. Более чудовища, чем Ленин, никого не было. Дмитрий Смирнов об этом говорит. Что его на земле хоронить не надо, распылить это во вселенной. Подряд все. И он, Путин ходил, повторял, не может быть, невероятно. Это чудовищно. Да что же это? То есть сам будущий из этой системы карательный, полковник КГБ, он шокирован буквально был, но не придурялся. Прямо ходил по Бутово, все это заснято, в интернете стоит. Вот что такое кровью святых. Этот город, в котором кровь святых. Дальше еще какой признак узнать, кто она такая? На водах многих, то есть многие народности, вода это народы, народы. Дальше. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Вот это все объяснено будет, толковать не надо, уже растолковано. Дальше, что означает головы? Зверь, которого ты видел, был и нет его. И выйдет из бездны, и пойдет в погибель. То есть речь идет о дьяволе. То есть он в это время был связан на Голгофико, но он писал, теперь нет его. Еще лучшее доказательство, что тысячелетнее царство, хелиазм, это фальшь. А вот его нету, и он будет развязан на три с половиной года, и опять выйдет. Семь царей, какие должны были показаны. А он восьмой. Он восьмой из числа семи. Ну сказать, седьмой из числа восьми. А как восьмой, когда их семь? Это означает, в каждом из них сидел дьявол. Восьмой – это сатана, демон. Это значит змей, лютый, семиглавый. Дальше. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. То есть они удивлены будут. Они будут удивляться. Всем чудесам, благодатный огонь. Вот это все откроется. Что это такое? Огонь будет не заводить с неба. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. Все. Толковать не надо. Семь гор. Все толкование. На семи горах только три города. Аман. Город Аман. Вашингтон и Москва. Вот. Все. Теперь из этих трех мы должны увидеть, как и больше других городов нету. Нету на семи холмах. А Москва с семи холмом, в этом Мглинка стихотворение пишет. На семи холмах. Горах. Дальше. И семь царей, из которых пять пали. Один есть. Когда он писал, пятеро уже прошли. Один есть. Один есть, когда он писал, кто там демициан, кто был. А другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Сорок два месяца. Растолковано. Не надо толковать даже. Это все рассказано. И зверь, который был, у которого нет, есть восьмой. И из числа семи и пойдет в погибель. То есть, Сатана будет освобожден из числа семи. Он в каждом из семи был, он восьмой. А его нигде не видно. Он не сам делает это президент, не сам делает царь, кто там премьер-министр. Он в каждом был. В английском, в русском, в немецком, в американском. Везде. Ну, тогда там другие были названы, дается. Это у нас третья книга. Толкование Нового Завета. Там подробно все описано. И десять рогов, которые ты видел, сут десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. То есть, это выберут президентские выборы, пройдут везде. Десять будет главных на весь мир. Это самый конец мира уже. И они все власть добровольно отдадут этому Антихристу. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Да, сатане. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Вот наша задача попасть в это число, быть званым, избранным и верным. Тут речь о нас идет. Еще что? Все? И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Вот много у нас там, 114 наций. Нет, это не Северное море, не Южно-Каспийское. Нет, это народы. Это многонациональная, многоконфессиональная, как они говорят, страна. Тут разъяснено, надо учитывать, что 2000 лет назад сказано было. Еще? И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Все, обороны никакой нельзя будет. Надо узнать, кто она такая. Вавилон, город, теперь посмотрим. Вавилон, это Рим. Толкование. Кесария Каппадокийской, архиепископ Андрей об этом говорит, и далее все там, Ириней Леонский, Папий Римский, Иерусалимский Кирилл. Все они говорят об этом. Это Рим. А почему Ян не указал? По разным причинам. Одна из тех, чтобы не было лишнего гонения. Тогда очень сложная была обстановка и прочее. А то так видно было. Но никто не знал, что Рим будет трижды. Трижды. Второй, когда кто-то отошел, строят Константинополь и назвали Второй Рим. Стамбул, где сейчас. А потом он пал там, какой там, 1543-й или какой, 34-й, надо посмотреть, поточнее. И это перехватила Россия. Москва. Москва. Москва, Третий Рим. Ни одно государство, ни один город в мире не претендовал на это название. Сейчас вот запиши только где-то. Третий Рим. И сразу выскочит. Москва. И что говорят там, и компании какие составляются. Третий Рим, это мы. Епифания Славенецкий об этом говорит. Третий Рим, Москва. А четвертому не быти. Ни Вашингтон, ни Оман. Их там три города было. Никто не претендовал быть. А эти себя все время. Мы Третий Рим. Мы Третий Рим. Но и концовка будет, как и Первого и Второго Рима. Дальше. Потому что Бог положил им на сердце. То есть все вместе объединятся. Сейчас они по в ростам. Какие государства? Все объединятся там. Которые вокруг. Есть в одно. Но главное десять. Конечно, не Латвия, не Литва. Там такие Германия, Франция. Это дело покажет. И они вдруг все согласятся. Надо уничтожить. Ничего нельзя сделать с этим народом. Вот. Как Пламни Далеса об этом говорила. Что самый непокоривый славянский народ. Истребить его надо. Дальше. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Исполнить одну волю. И отдать царство их, зверю. Доколе не исполнятся слова Божии. Они исполнятся. Слово не возвращается тщетным. Господь говорит. Еще. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. То есть она давала и Румынии, и Болгарии, и везде-везде коммунистическое учение. И чаша мерзость, ее вином, это третий интернационал учения. У американцев ни у кого нет никакого учения. Только кого ограбить, но у бандитов, что можно сказать, ограбить. От нее обогатились. От Америки никто не обогатился. Она дерет и дерется всех. А от Москвы все обогатились. Одних миллиардеров за перестройку наплодили. Не пересчитать сколько. Все гонят в Израиль, да в Америку. И далее. 18 глава. Да. Откровение. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, пал. Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. То есть все отсюда идет и волшебство и всякая мерзость. И цари земные любодействовали с нею. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Да. И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ну, что... Когда имена и прочее. То есть уже полная подготовка идет. Я беру только с интернета. Интересно, едем здесь в автобусе в Барнауле и по экрану бежит вот то, что я говорю. То есть подготовка. Самое настоящее, как во время Карибского кризиса, когда Хрущев притащил ракеты к Кубе. И далее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Это ангел говорит, ангел. Это не изменить ничего нельзя. Мы с тобой, дядя Вова, и дядя Вова все пойдут туда, куда Бог назначил. Наша жизнь вся расписана. Еще мы не родились, 138-й псалом говорит. Не было ни одного дня жизни, а у Бога все дни записаны в книгу жизни. Уже записано все на каждого книга. Вот она и поет, дядя Вова. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, и не вдова, и не вижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачет и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее. Ну что, лес, нефть, все богатства, самая богатая страна. Там триллионы этих баррелей нефти под ней. Все это пропало. И они брали за бесценок совершенно. Я возрыдаю. Обогатились. От Америки, повторяю, Англии, Франции никто не обогатился, не от Великобритании. Только Россия питала всех. Когда кончилась уже революция, так все это, соросы, кто это финансировал, все туда поплыло. Все, что в храмах награбили, вешали, все туда. И там в Нью-Йорке все это продается. Это буквально, это не какое-то образное выражение. Никакой гиперболы нету. Здесь четко и ясно. Без придыхания. «Стоя издали от страха мучения ее и говоря...» Издали, издали, издали как? А, издали, да. «Стоя издали от страха мучения ее и говоря...» «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий. Ибо в один час пришел суд твой». Никакие, что у нас ракеты быстро летают, там в восемь раз скорости света, звука, это ничего не поможет. Назначено. И Бог положил им на сердце. Одновременно взлетают ракеты со всех сторон. Тут понятно, что означают стрелы, пущенные в нее. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря горе. Горе тебе, великий город, одетый в весоны и порфиру, и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными, и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали. И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись осем небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. Нельзя ничего противиться. Это секундное только будет. Вот я прочитаю несколько признаков этого Рима. Значит, Вавилон — это Рим. На Семи горах, второй пункт, считаем. От нее обогатились. Нет одного города, который на Семи горах, никто не обогатился. Дальше. Найдена в нем кровь святых. Это не два, не три человека. По ее указанию, по Москве, минимум, как кораблин пропестор пишет, 66 миллионов загублено. Офицерство, класс, все абсолютно под нож. Дворянство, казачество, все. Кровь святых. И себя никто из них никогда не называл. А тут больше 500 лет. Интересно. Столицу перенесли в Санкт-Петербург. А тогда как? А никак вернул Ленин назад. Нельзя. Потому что она здесь должна быть. Она. На нее уже Божий перст направлен был. Перенесли в столицу. С Вашингтона. Ну, куда перенесешь-то? Здесь именно так говорится. Так. Вино любодеяния. Это вот коммунистическое учение, очевидно. Так. В один час на это скорость погибели. Торговля. То есть она вела большую, огромную торговлю. Сейчас напечатали. Когда перестройка началась. В каком государстве? Там Алжир, Египет. Кому давали? Сколько? Миллиардов. Огромных. Все списали. То есть питали. Фактически весь мир. На шее висел-то. Торговля-то дальше. Воды многие. Многие народы разной национальности. Тайна. Тайна это секрет. Секретарь. Генеральный секретарь. Я это просто по-другому не могу никак истолковать. Что это означает-то? Так. И что тут еще есть? Ну, перенос. Москва вернулась на свое место. Интересно. Толкование слова Москва по-разному толкует. А ранешнее толкование было такое. Англичанин шел и спросил. А что это за река? Река Москва. А тот ответил. Москва. А у них слово Москва похоже на слово москит. Москвит. То есть комарье, грязь. И так это и сохранилось. А сегодня толкует и не знает, как и что. Откуда какое-то слово взялось. Вот несколько моментов еще показать. Слово Вавилон встречается в Библии 318 раз. И вот мы читаем. Сейчас я покажу несколько моментов. Что Священное Писание определенно говорит об этом времени. Сейчас я это уберу, чтобы можно было просчитать. Вот считаем Матфея 15-14. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба будут в яму. И вот это участники песнопений и прочее, что они там пытаются кому-то грозить. Сами все время валяются внизу. Страна запилась. Наркомания. Коррупция невиданных размеров. Все разворовывается. Кого? Кем? С кем? Воевать-то? Сирахов 31-23. Страдание бессонницы и холера и резь в животе бывает у человека ненасытного. Все везде хватали и хватали. И сейчас куда еще? Здесь же прямо говорится. И Аляску возвратим. Ну тогда давайте дальше рассказывать. Я говорю, что там было у царя. Аввадон. Притча Соломона 27-20. Преисподний Аввадон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие. Это как вот это блудница. Все хватает и хватает. Ну зачем там нужно? Это все понимают. Я был в Грузии, когда мы ездили в поездки. И говорят, ну Абхазия-то там совсем маленькая. Для огромной страны это наперсток. А для нас это заметно было. Зачем они их к себе взяли? Так не одна она только. А там идет от других. Где кого? Присоединить к себе. Притча 30-я глава 15-й стих. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Аввакум 2-5. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается. Так что расширяет душу свою, как ад. И как смерть он ненасытен. И собирает к себе все народы. И захватывает в себе все племена. А, да про кого же это говорится-то? Когда мы смотрим, по слову Божьего, никому так не относятся, как к нам. Россия все время везде была завоевывала, шла и шла. Как Павел Первый был. Собирал войска. Пройти Индию, присоединить к себе Индию. Чтоб сапоги солдаты в Индийском океане вымыли. Ну, вовремя его убрали. Переворот был. Убили. Ефесянам 4-19. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую ненасытимостью. Иов 20-15. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его и щерева его. Деяние 1-18. Но приобрел землю неправедную мзду. И когда не зринулся, расселось щерева его. И выпали все внутренности его. Вот так вот посыпется со всех сторон. Союз нерушимых республик свободных пели. Рухнуло. Союз уже никогда не вернется. Ты попробуй вернуть Прибалтику. Там уже стоят натовские войска и ракеты направлены. Не куда-то, не в другую сторону, а только сюда. И внизу, которое там есть Узбекистан и прочее, все направлено сюда. Выпали внутренности. Иеремия 17-5. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека. И плоть делает своей опорою, которого сердце удаляется от Господа. Расклад такой мы видим. И город Рим, Вавилон, поминается трижды. И вот про Вавилон прочитать можно такие места. Исайя 46-1. Я не буду зачитывать, время много уже. Иеремия 50-й главе, второй стих. Вавилон взят и Вилл не спровергнут. Вилл. Сокращенно Вилл, это Владимир Ильич Ленин. Вот интересно, у Ленина насчитывает, но я их не считал, но говорят так. Больше ста псевдонимов было. И старик его еще бы, пока на букве Л не остановился. Дядя у него был какой-то, якобы. На Вилл остановился и замер. Почему? Вилл должен был получиться в Вавилоне. Сейчас увидят, да как это так? Не знаю, как так. От Бога. И никого ты не обманешь. Так написано. Под 666 подгонится все. 51-й глава, 44-й стих. Посещу Вилла в Вавилоне. Исторгну из устья его. И стены его падут. Похищенная, проглоченная. То есть реабилитация наступила. Можно, Игнат Ильич? Да. Ну вот сейчас, по сути дела, Вилл-то еще правит, поскольку там охрана каждый день стоит. Солдатики по стойке смирно там, как оловянные, так скажем. То есть Вилл, по сути дела, еще царствует в Вавилоне-то. Дух его. Тут такое дело. Сейчас пишут статью. Сколько осталось этого Ленина? Когда его увозили в Куйбышев. Было там у него загнивание. Там руку отняли. Там еще что-то. Одну голову мочат. И что с ней делается? Что делается с его трупом? Сегодня я только смотрел в интернете. Там все гниет. Там уже ничего, говорит, его нет. И переодевают в новые костюмы. И целый там коллектив работает уже. И сколько лет? 24-го, я считаю. 90 лет. Мочат и мочат и мочат. И дальше. Книга пророка Даниила, 14-я глава, 4-й стих. Это тоже говорится об этом самом. О Вилле. Сколько у него там подставляли его, сколько видели. Так, я еще несколько моментов хочу показать. Так это... Закончу, закрою Библию, чтобы мне тут не мешало. И здесь есть у меня стихотворение. Называется «Русь, куда ты несешься» Николая Васильевича Гоголя. Это я стихотворение когда-то писал. «Радуйся, Русь, православное царство!» Мы подавились кибитками и тюбетейками. Взбунтовались окраины терроризм и пиратство. Из-за кордона на Уйскове. Или сами они докумекали. Они азиаты, хамово племя. Вера преступная для христианина. Топоры наготовили из каждого кривого полена. Это попутчики для Иофета и Сима. Стряхни с себя обувь, проказы прожженную. Ужмись расфуфыренными боками. Займись беспризорными падшими женами, безмозглыми зюгановскими стариками. Кого нам учить, рассылая агентов, снабжая под джунглем снарядами диких? Дома раздрай, не найдут алименты. В храмах бессвета и пьяные крики. Кому мы примеры какой показали? Воспринимают нас как за границей? Ликуют сексоты, шестерки, фискалы. Честному негде на час хорониться. Интересно, в Германии немцы, когда едут на какой-то курорт, один вопрос задают. А русские там будут? Если будут, никто не хочет ехать. Безобразие ужасное. Все это снято на пленку. Секса безумия, бешенство похоти. Травят маньяк и сектант ребятишек. Нам потрясают. Да когда же вы сдохнете? Будет на полчаса в мире затишье. Откровение 8.1. Прокляты, прозваны богоотступниками. Нас как чумы сторонятся соседи. Гордость. В войне победили. И спутники. Первыми мы облетели планету. Лгать приучили за черную пайку. Сюрреализм не гнушался нахальством. Сововалась бандиты, грабители, шайка. Чем выше, тем не прикосновение начальства. Кончилось путь, чем наигранно глупым. Пьянкой, болезнями дяди Бориса. Членов Кремля, не рассмотришь лупу. Лежут валютные банки-экс-крысы. Нам не до них. Почернелые храмы с купнопродажным попом посредине. Матушка Русь стала свальной урану. Смеха достойна Хаджина Средина. 6 октября 2001 года. Это отдельно. Еще. Владимир Николаевич? Да. А Северная Корея насколько похожа на Савок? Да такая она была. На 100%. Другого там и искать не надо. Я еще раз хочу сказать, что Господь предупреждает нас заранее. Это я рассматриваю во свете Библии. Это не просто так. Вот дальше немножко еще включу чуть-чуть. Ну у вас-то слышно на вашей стороне, на моей коне. Северных морей Дай до южных убежей От мурицких островов До балтийских деревьев А на земле все было бы мир Но если главный командир Позовет последний бой Ну вот и все. Что интересно, в мире все тройное. Тройное. Ну допустим, Михаил. Первый епископ Михаил. Первый. И первый царь. Вот за этим. Первый кто? Ну и дома Романовых Юношу избрали молоденького Михаил. Дальше. Падение этой династии. Царь Николай отрекается в пользу Михаила 2 марта 1917 года. Утром он уже отрекся. Михаил. Третий Михаил приходит. Михаил Сергеевич. Я говорил раньше и так удивлялись. Откуда вы знали? Ко мне первые секретари приезжали. Потеряевку. Я говорю, написано. Трижды. И Михаил Сергеевич Последнего коммуниста 18 миллионов было. Похлопал по спине и столкнул в ад. Генерал армии Вареников говорил. Большего предательства не было в мире. Не считая предательства Иуды. Понимали. А Владимир? Ну, князь Владимир. Тут понятно. Собирает тут в духовном плане. В духовном. Вот что? Владимир. Он приводит к вере. Понимаете, как совмещается с ними. Два престола соединились. Патриаршей и монаршей. Дальше. Приходит Владимир. Вилл. И раскрещивает Русь. И приходит третий Владимир. И концовка. Мы с ним пойдем. И как один умрем. В борьбе за это. Желаем мы, не желаем. Но так вот уже все это прошедшее. Называет три Михаила, три Владимира. Когда еще не было известно об этом Владимире. А тогда на арене был Владимир Вольфович. Владимир сын Волка. Вольф это Волк. Это имя такое. И он сильно рвался в классе. И было время. Он набирал 17 и больше процентов. А сегодня даже сообщак его там обошла в Санкт-Петербурге. И он выступает. Сейчас говорит. Народ-то какой глупый. За кого голосуют-то? За нас надо было. И показывает, какой глупый народ. Он им, бабка, подошла и гладит по руке. Хорошо, что ты возвращаешь то другое. Он, я говорю, ты совсем не об этом говорил. Она даже не поняла, что я против. А бабка голосует за это. Думая, что мне угождает. Вот. Он, ну, я считаю, это один из самых умных представителей власти. Который играет сегодня роль придворного шута. Его называют скунс вонючий. Специальные ролики. Я считаю, что он умный очень. Умный. Но иногда с такой огороди дерется, матерится, пьяный сидит. Показывает в роликах, как он. Ему разницы нет. У женщины не так. Он за волоси ее. Ну, сколько драк-то он устраивал. Так как разговаривает. Со стола начинает хватать, бросать. Он бесноватый. На сто процентов. Этот президент, который сейчас-то, ну, он выдержанный. Я ничего не имею против него. Я молюсь о нем каждый день. Чтоб Господь сохранил его от покушения. Чтоб мудрые законы издали. И вот рассматривая эту песенку, дядя Вова, мы с тобой. Хорошо составленная. Я, что автор поет вместе с сынишкой там. И вот эти, которые, ну, другие там где-то фильмы с насмешкой как бы. Я один за другим просматривал. Фильм цепляет очень сильно. Вот ты говоришь, мне до того не понравилось. А я никогда не подумал, понравилось нет. У меня первая мысль была, во славу Божию рассмотреть. Я рассматриваю, никто не поможет. И эти ребятишки, которые кулаки сжимают. Дядя Вова, мы с тобой. Ну, мальчишки. Ну, что-то у меня в лагере. Россия должна встать. Россия это мы. Ну, мы. Так это понятно. Мне не понравились режиссеры этой песни. Вот то, что вот как раз, о чем вы сейчас и сказали во свете Библии. Мне вот это на убой. На убой. Все, что последнее осталось. И это на убой. Именно так. Ну, спаси Христос, что зашел ко мне. У меня-то это не тайна никакая. Зачитаем, Игнат Тихонович. Тут 22, 23, 24 стих. Ну, давай. 18 глава. Давай. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе. И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Конец 18 главе. Все. Я что мог, сказал, у нас сейчас занятия будут через полчаса. Угу. Во славу Божию. Ну, благодарю. Все на этом. Всех Христос, Игнат Тихонович. Слава Христу. Я призываю всех молиться за старее начальствующих. Мы всегда молимся. И Дональда поминаем, и Порошенко, и Эрдогена. Наша задача молиться. Мы никого не свергать, не пытаемся, но Библия говорит вот так. Обходить это нельзя. Мы православные, выдумать нам ничего не будет. У нас все истолковано. С Богом. С Богом. Аллилуйя.